Здравствуйте! Вы смотрите программу события. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Корея стала ближе. Самара подписала соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве. Корея стала ближе. В Самаре стартовали дни города Тханьон. И это не просто знакомство с культурой Корейской Республики. Это начало долгосрочного экономического сотрудничества. Почему именно Самара столь привлекательна для гостей из города, знаменитого рыбным промыслом узнала Марина Кравцова. Прекрасный город и замечательные люди. Красивые и очень доброжелательные. Яркими впечатлениями о Самаре и ее жителях делятся гости из Южной Кореи. В Самаре они не впервые, но на этот раз программа визита особенно насыщенная. Впереди множество деловых встреч. В прошлом году власти Самары и корейского города Тханьон подписали соглашение о сотрудничестве. Тогда же произошел обмен делегациями, в том числе культурными. И вот новый шаг. С 1 по 4 марта в Самаре проходят Дни корейской культуры. В Самаре нас привлекают и культура, и космическая промышленность, и географическое расположение. И надеюсь, в дальнейшем наше сотрудничество будет развиваться не только в культуре и туризме, но и в экономике, и в образовательных программах. Жители Самары смогут познакомиться с лучшими образцами прикладного творчества Южной Кореи на выставке в Деказаря, увидеть выступления творческих коллективов и даже попробовать Корею на вкус. В ресторанах и торговых центрах города пройдут бесплатные дегустации одного из символов страны – свежайших морепродуктов. Культурный обмен – начало перспективного экономического партнерства, которое может стать актуальным для всего Приволжского федерального округа. Я надеюсь, все это послужит серьезным прологом для восстановления серьезных экономических отношений между нашими городами. Мы заинтересованы в создании совместных предприятий. Мы говорим о создании логистического центра по поставке морепродуктов в Поволжье. Мы договорились об обмене, скажем так, в рамках обучения, об обмене чиновниками, которые в течение шести месяцев будут проходить обучение в Самаре и с нашей стороны в Тханьйон. Лучшие практики работы будут перенимать и депутаты двух городов. Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, искусства, экономики и туризма подписали Дума Самары с городским советом города Тханьйон. Этот визит нам дает уникальную возможность обменяться опытом со своими непосредственными коллегами, с председателем городского совета и депутатами городского совета города Тханьйон. Когда в сентябре прошлого года мэр Самары посетил наш город, мы узнали много нового о городском совете Самары и с большой надеждой и волнением ехали сюда с ответным визитом. Когда я увидел своими глазами городской совет, меня восхитило его устройство. За четыре дня корейцам предстоит не только наладить деловые и экономические связи, но и насладиться видами Самары в маршруте – знаковые места областной столицы. Оценят гости и туристический потенциал города на Волге. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Глава города Олег Фурсов с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым обсудили дальнейшее реформирование системы местного самоуправления города. В частности, передачу районным властям дополнительных полномочий. Стороны договорились, что до середины марта будет разработан соответствующий законопроект, который передадут на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы. Обсудили и вопрос развития общественных советов в районах. Их численность в городе должна быть в разы увеличена. По словам Олега Фурсова, администрация уже разработала новую модель системы общественных советов. В ближайшее время план работы по их созданию будет представлен губернатору. С 1 марта в Самарской области проиндексированы пособия для семей, воспитывающих приемных детей. Выплата на содержание увеличена на 350 рублей и теперь составит 7179 рублей. Величенная сумма вознаграждения приемным родителям до 3524 рублей. Существенную поддержку получат и многодетные семьи. Лариса Шалафаст продолжит. Для большой семьи каждый дополнительный рубль – ощутимая помощь, говорит мама троих детей Венера Насырова. Чтобы узнать все изменения в законодательстве, которые вступили в силу с 1 марта, Венера пришла в районное отделение соцзащиты. Одно из ношеств в регионе для многодетных увеличена компенсация за жилищно-коммунальные услуги с 30 до 50%. Старшая занимается танцами, средняя дочь ходит на музыку, тоже какие-то дополнительные траты. Но малыш еще пока, конечно, не требует таких больших трат, но все же ощущается, что нам помогают эти все выплаты, компенсации. Поддержат и тех, кто воспитывает приемных детей. Теперь в Самарской области семьи, где трое и больше детей, приравнены по мерам социальной поддержки к многодетным. На них распространяются ежемесячные выплаты на проезд. Как правило, большинство детей – это школьники. На них распространяется выплата на питание. Мы помогаем оплачивать питание в школах. И на них распространяется компенсация за жилищно-коммунальные услуги. Раньше этого не было. Такой помощи они не получали вообще. Также в область установлена единовременная выплата детям-сиротам, заканчивающим школу – 5000 рублей. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. 308 областных гостиниц уже прошли классификацию к Чемпионату мира 2018 и подтвердили свои звезды. Об этом сообщили на конференции по безопасности для владельцев гостиниц. Ее проводит Департамент туризма, ФСБ, Торгово-промышленная палата и Гостинично-туристическая ассоциация. Десятки тысяч болельщиков приедут в город на матчи Чемпионата мира в 2018 году. К безопасности гостей предъявляют высочайшие требования, особенно в гостиницах. Для консультации пригласили представителей силовых структур. А потому основная часть конференции прошла за закрытыми дверями. В рамках реализации этой концепции безопасного города будет предполагаться подключение систем видеонаблюдения гостиниц в общую систему безопасности по городу. Плюс на период проведения Чемпионата мира должны быть усилены мероприятия по профилактике антитеррора. Международный медицинский центр клиника сердца и Самарский областной клинический кардиологический диспансер подписали соглашение о сотрудничестве. Проблему сердечно-сосудистых заболеваний два медицинских учреждения будут решать совместно. По данным диспансеризации, у большинства жителей региона выявлен риск развития инфаркта или инсульта. Самарский областной кардиодиспансер входит в тройку ведущих российских кардиохирургических центров. С каждым годом учреждения аккумулируют у себя все более тяжелых пациентов. Сердечные заболевания имеют для региона социально значимый характер. Они влекут за собой потерю трудоспособности и определяют продолжительность жизни населения. Бороться за жизнь и здоровье пациента в ближайшей перспективе специалисты кардиодиспансера будут вместе с медиками клиники сердца. Это все заработает в полном виде, когда действительно войдет в строй клиника сердца. И тогда два учреждения, которые будут оказывать помощь пациентам с заболеваниями сердца, они будут работать, дополняя друг друга, исправляя каждый свой минус и увеличивая свои плюсы. Открытие международного медицинского центра в Самаре ждут тысячи больных с сердечно-сосудистой патологией. В год здесь будут выполнять более 11 тысяч операций на сердце. Это полностью закроет потребности региона. Открытие центра ждут и в кардиодиспансере. Сегодня здесь нет компьютерного томографа и МРТ, что значительно осложняет диагностику. Это оборудование уже закуплено и находится на нашем складе. И я очень надеюсь, что как можно быстрее оно будет введено в строй. Также технологии использования с инжекторами, контрастные методы исследования сердца. Кроме того, мы закупили последнюю версию программного обеспечения по обследованию сердечно-сосудистой системы. Это очень важно и это будет полезно не только кардиохирургам, но и кардиологам. Специалисты кардиодиспансера смогут направлять больных на хирургическое лечение в клинику и наблюдать пациентов после его проведения. У врачей появится возможность внедрять новые методы и поставить на поток операции, которые сегодня являются штучными. От такого сотрудничества выиграют в первую очередь пациенты. Высокотехнологичные услуги они будут получать по госгарантиям, то есть бесплатно. Инесса Панченко, Дмитрий Мешканцов, Артем Сулайманов. События. В Самаре модернизируют железнодорожный вокзал. Конкурс на определение фирмы-подрядчика уже объявлен. Сколько средств потратит на строительные работы, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня чуть подорожала. За один баррель марки Brent дают 56 долларов 80 центов. Валюта продолжает прибавлять в цене. Курс на 2 марта. Доллар 58 рублей 37 копеек, евро 61 рубль 54 копейки. Золото стоит 2332 рубля, серебро 34 рубля 18 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 58 рублей 80 копеек, дороже всего продать за 58 рублей 11 копеек. Россияне стали чаще летать за рубеж. Пассажиропоток авиакомпаний с начала года вырос на 20%. Автошколы предлагают выдавать начинающим водителям временные права. Предполагается, что для новичков должны быть установлены ограничения скоростного режима. И если в течение определенного периода водитель не нарушит правила и не попадет в аварию, то получит постоянные права. А на модернизацию железнодорожного вокзала в Самаре направят больше 80 миллионов рублей. Конкурс по поиску подрядчика уже объявлен. Все работы должны быть завершены до конца 2017 года. На этом все. Удачи в делах. Вода, уходи. Чтобы поводок не превратил Самару в Венецию, городские службы прочищают от снега илой грязи ливневые канализации. В порядок привели уже более 65 километров сетей. Сегодня работы проводились на проспекте юных пионеров и улице Победы. Затем, как в первый день весны в Самаре готовится встретить тепло, наблюдала Алина Чемерис. Главный враг льда в дождеприемниках – горячая вода. Чтобы подготовить ливневые канализации к поводку, важно растопить то, что осталось в них после зимы. В первый день весны на улицах Самары большая чистка. Вода приблизительно градусов 70. Мы его топим, лед, и этим обеспечиваем водоотведение в дальнейшем. Иначе до мая месяца в дождеприемниках лед не растает. Чтобы с приходом тепла Самара не превратилась в Венецию, под землей проведены около 400 километров ливневой канализации. Вода в нее поступает через дождеприемники. Их более 5000. Пока в одном месте рабочие борются со снегом в ливневке, в другом прочищают канализацию от ила и грязи. В первую очередь, внимание улицы, по которым ходит общественный транспорт. Мы ситуацию контролируем во всем городе. Для этого создано у нас ежедневно работает порядка 15 аварийных бригад. Мы контролируем состояние сети. При возникновении где-то небольших подтоплений мы тут же реагируем, выезжаем. Мы очищаем от снега наледи сверху, чтобы вода беспрепятственно уходила в сети дождевой канализации. В городе уже очищено 65 километров ливневой канализации. Отремонтировано 300 дождеприемников. В порядок необходимо провести еще около 1000 колодцев. На чеку и дорожные службы задача своевременно привести в порядок проезжую часть. За зиму при дорожных полосах скопливается достаточно большое количество бытового мусора, который тоже стекает, забивает ливневые колодцы. Их тоже приходится очищать вручную. Фактически, пока не закончится сезон таяния снега и не сойдет, проведется уборка улиц, приладковые части, земных накоплений, данные работы будут проводиться. Городские службы работают с опережением. Расчистить особо опасные участки планируют до середины марта. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Далее коротко о других событиях дня. Роскосмос планирует заказать изготовление и поставку двух самарских ракет к осени 2019 года, сообщает РИА Новости. Ракета-носитель «Союз ФГ» среднего класса разработана и производится в самарском РКЦ «Прогресс». В настоящее время она единственная в мире используется для запуска пилотируемых кораблей с экипажами к МКС. Согласно сайту госзакупок, максимальная цена контракта составляет 1,7 миллиардов рублей. Исполнителя планируется определить 24 марта. Марс, Рим, Урал, Октавия, Ясна – так называли самарцы детей в прошлом году. Среди редких имен также Сильвестер, Афанасий, Любим, Ермак, Ярополк, Белослава, Ежевика и Вета, Феврония. Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени по причине его неблагозвучности и оскорбительности. Но 15 февраля 2017 года Госдума начала обсуждать законопроект, который может это поменять. Так, имени может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации. Аббревиатур, нецензурные лексики, содержать указания на ранги, должности. В Тольятти группа энтузиастов сняла фильм о зомби-апокалипсисе. Российский проект в стиле ходячих мертвецов получил название «Все живы». По словам создателей фильма, съемки проводились на одну камеру, а грим делали из овсянки, салфеток, клея ПВА и гуаши. Промо-видео со съемок опубликовано в сети. Учительница с большой буквы легенды самарского образования Евгения Аршлутова отмечает 80-летний юбилей. Большую часть своей жизни она преподавала физику в 25-й школе. Это одно из старейших учебных заведений Самары. Евгению Александровну поздравляли с праздником коллеги и руководства города. В гостях у легендарного педагога побывал Сергей Ромашов. В трудовой книжке у нее только одна запись принята в далеком 1959 году. Вторую запись ушла на пенсию, ей в документе сделали в 2004 году. 45 лет она проработала в одной из старейших школ Самары, в 25-й. У Евгении Аршлутовой тысячи учеников, но даже сегодня, в 80 лет, она не сидит без дела. Связь со школой не теряю, занимаюсь общественной работой. 10 лет назад я получила звание, высокое звание, почетный гражданин Самарской области. Я горжусь этим большим званием, высоким званием. Ну, принимаю активное участие по возможности, с тем, чтобы его как-то, так сказать, оправдать и сейчас, в свои годы. Ну, вот так, а сегодня у меня красивый юбилей. Поздравить Евгению Александровну пришли не только родные и близкие, но и руководство города. Первый заместитель главы города Владимир Сластенин передал виновнице торжества подарок, а глава Самары Олег Форсов сказал ей теплые слова по телефону. Уважаемый Евгений Александрович, позвольте по поручению Олега Борисовича Форсова, главы нашего городского округа, поздравить вас с прекрасной датой. Поздравить, в первую очередь, как красивую женщину. Вот это самые лучшие слова. Поздравление в адрес Евгении Аршлутовой передали ее бывшие коллеги, для которых она легенда и пример для подражания. И Евгения Александровна всю жизнь свою отдала школе. И до сих пор ее выпускники приходят в школу и ищут с ней встречи. И многие родители, бывшие ее выпускники, приводят детей в нашу школу, потому что они помнят, что здесь детей видят, слышат, о них заботятся. Во многом именно благодаря стараниям Евгении Александровны 25-я школа, которая два года назад исполнилась до 20 лет, стала одной из лучших в Самарской области. Сама именинница этим очень гордится. Сергей Ромашов, Василий Калдашов. События. Учиться для них мало нужно еще и планету. Спасать в Самаре выбирают лучшего ученика. Конкурсный отбор проходил в несколько этапов в школах и районах. И вот теперь лучшие из лучших собрались в столице региона, чтобы определить достойного звания ученик года. А с участниками пообщалась Олеся Корецкая. Михаил Морозов учится в 10-м классе в Самарской гимназии. Серьезный молодой человек. На конкурс ученик года представил свой проект по сохранению природы. Главная идея, чтобы люди оставляли на планете только хорошие следы. Я пока еще не знаю, кем я стану, но я знаю то, что в любой профессии нужно становаться человеком. Нужно всегда следовать каким-то своим основам, принципам, которые выработались в детстве, были возвращены в школе. Нужно по жизни быть самим собой. Лучшего ученика Самарской области выбирают в четвертый раз. На сцене 12 конкурсантов. Все они умные, позитивные, умеют работать в команде и беспокоятся не только о своих интересах. Жюри оценивают не только самих участников, но и учебное заведение. В нем должна быть стройная система образования и воспитания. Выбирать лучших сложно, признаются члены жюри. Участники проходят несколько отборочных этапов в школах, районах и округах. Это очень яркие ребята, потому что они не только хорошо учатся, они активно участвуют в общественной жизни, занимают активную жизненную позицию, и у них очень разносторонние увлечения. Сначала конкурсанты показывают свою визитку. Им помогает команда поддержки. Рассказывают о себе и своих увлечениях, проектах, доказывают, почему же они достойны высокого звания. Они учатся держать себя на сцене, показать себя, проявить себя. Я думаю, это очень много им дает. Из 12 участников пятеро лучших будут состязаться дальше. Яркие выступления сменятся серьезными дискуссиями на патриотические и экологические темы. Будут вместе выводить формулу успеха в современном мире. Победитель поедет представлять Самарскую область на межрегиональный конкурс в Ульяновске. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События. Первая премьера этого года на сцене театра оперы и балета. Уже завтра зрителям представят новую концертную программу «Гранд Оперета». Это лучшие номера из советских музыкальных комедий. На генеральной репетиции за день до премьеры побывала Валерия Макарова. Истории за кулисье в эксклюзивном репортаже. Этот пульт на время репетиции и выступлений становится мозговым центром театра. А его хозяин, как закулисный дирижер, управляет работой огромного организма. Отсюда держат связь с оркестром, осветителями, звукорежиссерами и механиками. Артистам подсказывают время выхода. Система работает слаженно, чтобы зритель получил то, зачем пришел. Ведь весна идет, и хочется порадовать, поднять настроение. Потому что все приходят к нам в театр за настроением, за эмоциями. Ну что-то вот такое, чего вот может быть в серую погоду какую-то не хватает. А приходят к нам, и все замечательно. Это генеральная репетиция «Гранд Опереты» новой концертной программы, какой еще не видел зритель академического театра. На дне здесь напряженно работали больше двух месяцев. И сегодня впервые репетируют в костюмах и с оркестром. Сделайте мне эту штуку, чтобы она работала, пожалуйста. Проект «Гранд Оперета» — это набор сцен из разных оперет, классических и советских. Вслед за музыкой Чайковского, Верди и Пучини на сцене звучит Штраус Олигар. Весь театр работает на эту премьеру. Солисты оперы, хор, балет, оркестр, костюмеры, режиссеры и декораторы. Всего более 400 человек. Каждый номер программы создавался с нуля, специально для концерта. Оперным артистам в этой постановке пришлось нелегко. Если жанр оперы не предполагает танцев солистов, то в оперете другая динамика. Танцы здесь 50% успеха. Артисты оперы и артисты опереты — это две полярные большие разницы и по голосовым данным, и по физическим данным. Но ничего страшного, мы пытаемся освоить новый жанр для нас. И я думаю, что это удачно. Мне кажется, вы успели посмотреть, что мы стараемся. Премьера «Гранд Опереты» состоится 2 и 4 марта в Театре оперы и балета. Артисты уже в нетерпении показать зрителям новую программу. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Бои без правил окончательно прописались в Самаре. Очередной турнир прошел за звание чемпиона мира. Претендент на пояс «Наш земля», кроме стерегулов. Кто ушел с ринга победителем, расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. В эфире «Самарские новости спорта». Россия-Казахстан. Две сборные команды по боям без правил встретились на самарских соревнованиях «Битва воинов» второй турнир. За звание чемпионов сражались по 5 спортсменов с каждой стороны. В итоге со счетом 4-1 победила сборная России. Здесь представлены бойцы Поворского региона. То есть два бойца с Самары, два бойца с Башкирии и один боец с Саратова. Рисовая категория позволяет проводить активные борцовские качества, активные бойцовские качества, проявить спортсменов. Я думаю, что мы увидим сегодня красочные, зрелищные бои. Все бои были одинаково хороши. Реально одинаково хороши. Переживали за всех ребят. Все ребята готовились. Может кто-то чуть-чуть перегорел. Кто-то чуть-чуть переворвался. Потому что у четверых ребят были дебюты. Это были их первые профессиональные бои. То есть до этого ребята не выходили на такой ринг и не видели столько народа. Украшением спортивного праздника стал поединок за звание чемпиона мира по версии Международной ассоциации ММА. Претендент – самарец Рамис Терегулов. Титул защищал француз Бубакар Балде. В техническом отношении соперники ничем не уступали друг другу. Но во втором раунде Терегулову не повезло. Он пропустил чемпионский удар, а потом проиграл бой в портере. За победу я благодарю своего тренера. Он помог мне как в подготовке к поединку за звание чемпиона мира, так и во время боя. Рамис Терегулов – сильный боец. Но сегодня вечером удача была на моей стороне. На этом жизнь боев без правил в Самаре не останавливается. Легендарный боец ММА по прозвищу «Снеговик» Джефф Монсон проведет в МТЛ-арене бой с действующим чемпионом мира по панкратиону и грэмплингу среди ветеранов самарцем Леонидом Хапчиком. Договоренность о том, что встреча двух бойцов на самарском ринге состоится в конце мая, была заключена еще месяц назад, однако организаторы держали это в секрете до последнего момента. Монсон подтвердил свое намерение приехать в Самару и обратился к горожанам, пригласив их на свой бой. Привет, это Джефф Монсон. Приходите 18 мая в Самарскую МТЛ-арену на мой бой против Хапчика. Мы отлично повеселимся. До встречи. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам. Удачи. Сегодня в России отмечается День кошек. Мы предлагаем вам поучаствовать в нашем кота-конкурсе. Выкладывайте в наш альбом, ссылку который вы видите на экране, фотографии своих питомцев и собирайте лайки. Самых-самых наградим пригласительными билетами на шоу «Страна Кошлэндия» от Московского театра кошек Куклачева. На этом наш выпуск завершен. Благополучия всем. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok